Дима Позов 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 Оль, ну а ты как к футболу? Слушай, я редко смотрю, но мы смотрели как-то, когда я была еще в семье жила, смотрели. И дальше ты ушла из семьи? Ну да, получается так. Но я четко помню вот картинку, знаешь, идет футбол и папа в этих шортах подлетает к телевизору. Мама, господи, как строматах, ну ага, господи, как строж нахожусь. Мама, господи, как строжит. Ну, кстати, не производит впечатление такого человека. Ну, это я просто не видел, как он в футбол смотрит. И как он в шортах просто. Да. В шортах я всегда, когда не в брюках, да. Так, ну это тоже классно, что есть познания. Я желаю и вам удачи, и вам удачи. Хоть ты и говоришь про предвзятость, конечно, никакой предвзятость. Да, конечно, никакой. Это если вот, знаешь, дружить по жизни, это да, я бы с тобой не дружил. Согласен. А в передаче, ради бога, на полтора часа я готов тебя потерпеть. Мы готовы переходить к первому раунду. Погнали. Первый раунд. Он называется «Стартовые составы». Все очень просто. У вас будет 3 минуты. За эти 3 минуты нужно назвать правильно как можно больше имен и фамилий игроков. Они будут написаны на экране, на английском языке. Соответственно, произношение, ударение, все считается. У каждой из вас будет какая-то команда. Соответственно, можете набрать 11 баллов за 3 минуты. Но пока вы не назовете правильно, не можете переходить к следующей фамилии. Поэтому можно набрать и 0. Подсказывать, конечно, нельзя. Ну, конечно. Конечно, нельзя. Тем более, тут такие команды, что если вы начнете подсказывать, вы только опозоритесь. Нам это ни к чему. Мы должны решить, кто будет первым. У меня есть монетка. «Орел» и «Решка». «Орел». 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 А это... А это... Я бы это назвал «Решкой». Но это «Решка», да. Вы можете решить, первая будете или вторая. Я буду вторая. Прекрасно. Оль, а у тебя зато есть малюсенькое преимущество. Ты можешь выбрать команду. Да. А у меня сегодня, во-первых, команды обе из Лиги Чемпионов. Так. Я думаю, что я их выдумал. Это турецкий «Галатасарай» и датский «Копенгаген». Датский «Копенгаген», конечно. Нет? Подожди, подожди. Я не знаю. Можешь отомстить туркам и назвать их всех Наташами. Я не знаю. Но тут ты должна понимать все равно, что играют, конечно, там не обязательно только датчане и только турки. Пап. А папа при чем? А папа при чем? Я даже без подсказки. Все, ушла из семьи, решай сама. Все, надо было оставаться. Ты же знаешь обе датского выбрать или кого легче читать? Скандинавов, наверное, они там все. Да, датчане тогда. А они там все на одно. Ионы-он. Фамилию. Йоны-оно. Мы так к ним относимся. Так, ну что, Копенгаген, у тебя три минуты, мы тебя поддержим, конечно. Давайте. Опа, ура. Погнали. Камиль Грабара. Ну, Камиль чуть-чуть неправильно. Может он... Камаль. Нет, может он проще читает? Вот прям как... Жуще. Прям как видится. Ну почему Кэмиль? Ну смотри, ты говоришь Камиль, а я говорю... Камиль. Да нет, прочитай просто, что видишь. Ну прям что видишь? Камил. Камил. Грабара. Первый раз же было правильно, вообще в самый первый раз. Грабара. Грабара. Камил Грабара, правильно, балл. Давид. Давид. Качалава. Ну почти. Качалава. Качалава, абсолютно правильно. Грузин. Вальдемар Лунд. Вальдемар Лунд. Прекрасно. Кристиан. 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 Сорензен. Сорензен. Ну не выдумывай. Ну просто... Ну что ты от себя тебе нанесешь? Вот смотри. Сорензен. Это не немецкий. Все написано. Сорензен. Почему? Говорю, все написано. Сорензен. Сорензен. Где ты Зетта видишь? Сорензен. Сорензен, абсолютно правильно. А зачем эти точки? Это на немецком они вилет. Для красоты. О, господи. Че, господи, очень же легко. Имя вообще простое. Элиас. Элиас. О, играл. О, Желерт. Ну, не Желерт, нет. Первая неправильно. Ну да, она просто тут читает. Желерт. Ты же то же самое сказала. Да, я думала вдруг. Ну, нет. Что-то повинялось. Я, да. Зелерт. Ну, не Зелерт. Шелерт. Не Шелерт, ну куда же это годится. Джм. Джм. А если вообще... Этот крючок, если вообще... А если вообще... Элерт. Не согласна. Элерт. Абсолютно правильно. Элиас Элерт. Спасибо. Виктор. Виктор. Клейсон. Ну, не Клейсон. Классен. Классен, абсолютно правильно. Виктор Классен. Да. Как приятно, что я иногда вру, и получается правильно. Диего. Ну. Диего. Но он не Диего. Где же тут Диего? Диего. Нет, ну он почти Диего, но просто он не Диего. Тут же нет Е вообще. Диго. Почему? Диого. Диого. А я так второй раз сказала. Ну, хорошо. Главное, чтобы не забыла. У меня. Конзалес. Нет, нет. Коншалес. Конжалес. Нет, нет, нет. А, там В. Во-первых, там Г. Для начала. Но конжа. Почему конжа-то? Это же Г. Г первое. Это же Г. Ганжа. Ганжалвис. Нет, нет, нет. Но это не Ж. Да, это крючок тоже снизу. Это не Ж. Консалвес. Консалвес. Ну почти. Консалвес. Но он португалец. Коншальвес. Консал... Нет, не коншалвес. Консалвес. Консалвес. Ну, а если шипящий в другом месте поискать? Ган-сал... Швеж. Консалвес. Абсолютно правильно. Дюйма Гансалвес. Да. Да. Ну и время закончилось. А, ну и слава богу, потому что что-то... Там уже логарифт какой-то. Да это Оскар Хейлон. Это невероятный 7 баллов. Реально? Да. Хорош. Да, да, да. Очень хороший результат. Ну что ж, у вас турецкий галтасарай. Ты смотрела там Сиркана Балата, там что-то будет. Ты точно что-то знаешь, там что-то будет. Но вы уже поняли зато все подводные камни, что иногда буква чуть по-другому произносится, иногда вообще не читается. Иногда вообще турецкая по-другому. Как будто мама моя первая раз вообще видела чтение. Иногда буква читается по-другому. Вы готовы? Да. Давай, давай. Поддержим. Давай, я тебя люблю, мама. Вперед. Три минуты, погнали. Фернандо. Фернандо. Муслера. Муслера. Абдул Керим. Абдул Керим. Хорош. Бардакчи, наверное. Да. Хорош. Вы здоровы. Да, конечно. Готовила. Девинсон. Но не Девинсон. Так, да, Винсон. Да, Винсон. Ну вот. Ой, я знаю. Ну как, это же все очень просто. Очень просто. Санчес. Санчес, да. Девинсон. Ну это, наверное, Ангелину. Ну не совсем Ангелину. Давайте. Анджелину. Не Анджелину, но он же, смотрите, он как будто бы какой-то такой бразильско-португальский. Пока просто как проститутно читается Ангелина. Очень. Как будто он, знаете, они когда хотят уменьшить что-то, они так делают. Когда они такие, ой, какой ты малюсенький. Егор подсказывает. Как ты такой, Ангелочек. Ангелио. Ну нет. Анджелио. Во-первых, он не ангел. Он не ангел. Они чуть иначе приносят, да. Ну такой, смотрите, он маленький. Маленький. Вот он, они знаете, как бразильцы делают? Вот если Егор, они говорят Егоро. А если маленький Егор, то они говорят, как они говорят? Йо. Нет, если я скажу, как они говорят, тогда я подскажу, как говорить. Да, тебя так в телефоне переименуют. Егор. Ангелинка. Егор. Не, не Ангелинка. Поменяй букву, мне кажется, классно. Там еще буква другая для начала. Да. Вот давайте подумаем. Не Ангелина, а Ан. Ну это очень сложно, если я не представляю, что это. Аншель. Нет. Он такой, он такой легкий, легкий, такой легкий маленький ангелочек. Порхает по левому флангу обороны Галатасарая. И все такие, какой малюсенький, какой, какой легкий. Нет, кто-то малюсенький. Ангелина. Такой, как некогда подающий надежды, а теперь в турецком Галатасарае. Какой-то левоногий. А мы можем пропустить. Не можем. Нет? Нет. А пробуй, все гласные, пробуй подряд. Ну, а, хорошо, а вы сериалы. Айелин. Сериалы вот эти, те, как? Айлино? Нет, ну вот эти сериалы такие, старые еще, бразильские. Нет, я не смотрю сериалы старые. А раньше смотрели? А раньше смотрели. Когда еще не родилась? Не, ну когда там эти, просто Мария, вот это вот. Не, 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 я это... Когда я не родилась, уже видите. Ан, Ан, Ан. Пробуй разные согласны. Анхелину. Анхелину, но еще не до конца правильно. Анхелина. А зачем вот это там? Хелиньо. Не. Анхелиньо. Анхелиньо. Анхелиньо, да. Давай быстрее. Ну, для меня это Саша. Да Саша, конечно. Бой? Не успели, не бой, бойе. Саша, бойе. Как этот Анхелиньо? Я же говорю, маленький такой. Анхелиньо, да. Я так не пойму, я согласна. Не маленький, наоборот сбивала. Маленький. Но, на самом деле, 4 вала обычно тоже неплохо. Спасибо. Это хорошо. Несмотря на то, что отставание 3 балла, но 4, это вообще бывает 2. Знаете еще какие есть? Бывает не одного. Это один. Ноль было. Конечно, было. Да, было, реально. Анхелиньо достался бы с первого раза. Он мог быть нулем. Ну что, 7-4. Пока лидируют Оля и Александр. Но посмотрим, как будет во втором раунде. Во второй раунд мы и перемещаемся. Раунд, который называется предматчевая разминка. Он очень простой. Он просто на память. На экране вы увидите 12 слов. Чтобы вам было проще их запомнить, мы их будем и показывать, и озвучивать, и даже добавили к ним картинки. Вы должны запомнить как можно больше. В любой последовательности. Но после этого вы будете по очереди вспоминать эти 12 слов. За каждое слово балл. Если в какой-то момент вы не можете вспомнить, то вы один раз за игру можете обратиться за помощью к сокоманнику. Соответственно, вы тоже запоминаете те слова, которые будут. Балл это вам не принесет, но оставит в игре. А если вдруг во второй раз вы ошибетесь, тогда просто у второго игрока будет 30 секунд, чтобы вспомнить все, что осталось. Итак, если все понятно, внимание на экран, 12 слов запоминаем. Приготовились. Начали. Лига конференций. Межсезонье. Кросс. Тони Кросс. 90 тысяч. Отступные. Щечка. Матч. Трансферное окно. Ритуал. Чистильщик. Комбэк. Закончили. Закончили. Итак, Егор, ваша команда пока отстает в счете, поэтому вы начинаете. Пожалуйста, первое слово, которое помнишь. Лига конференций. Лига конференций. Тони Кросс. Тони Кросс. Кросс. Щечка. 90 тысяч. 90 тысяч. Комбэк. Межсезонье. Межсезонье. Не подсказывай. Ммм. Ну а что делать? Ммм. Я могу. Еще целых пять слов. Кстати, начали вы очень бодро, а потом сдулись. Точка. Точка. Но такого не было. Зачем вы говорите? Точего не было. Где-то слышал. Нельзя говорить просто любое слово. Там пауза была такая долгая. Да. Это и было. Но можете брать подсказку. Да, я могу. Подсказка. Трансферное окно. Трансферное окно. Отступные. А больше подсказок нет. Нет. Придется вспоминать самому. А осталось еще три слова. Я даже знаю, как я. Оля, я же здесь. Ну что? Нет, ни слова. Три, два, один. Все. У тебя есть 30 секунд? Чистильщик еще был. Чистильщик был. Что еще было? Так. Есть варианты? Нет смысла. Просто это уже не дает балл. Все, понял. Чистильщик. Еще два слова есть. Я вот не помню. И одно такое простое. Мама, мама. Матч. Матч. Камбэк. Камбэк был. Матч, матч. Еще одно слово. И одно слово. Камбэк был. Дима, я же тоже здесь. Я просто вот стою. Подача. Подача нет. Это я просто стою. Я просто стою, говорю. А встань как-нибудь, чтобы я подсказал. Просто я хотел сказать, время заканчивается. А что, Дань? Время. Да? Это слово ритуал. Ааа. Да. Но, тем не менее, тем не менее. Очень неплохой результат. Круто. Счет за этот раунд. 7-3 в пользу команды Егора. А общий счет 11-10 в пользу Свирских. Ааа. Но это всего один балл разницы. Его легко отыграть в следующем раунде. Ничего. Погнали. Раунд, который называется «Гол в раздевалку». Это самый важный раунд. Почему, вы спросите? Потому что можно выиграть очень много баллов. Сколько? Вообще, в идеале можно даже 24. Ничего себе. Но это почти невозможно. Объясняю правила. Есть 4 категории. Вы сами выбираете, на какую отвечать. У каждого будет по 2 вопроса. Да. Вы слышите вопрос. После этого у вас есть минута, чтобы дать ответ. Но в течение этой минуты вы можете сколько угодно обсуждать, но каждые 10 секунд баллов будет все меньше. В начале будет 6, и каждые 10 секунд на 1 балл меньше. Как только вы понимаете, что готовы дать ответ, нажимаете кнопку «Готово», таймер останавливается, и то количество баллов, которое есть, на то мы играем. Но, если вы ошибаетесь, все эти баллы уйдут команде соперников. Нет. Поэтому иногда торопиться не стоит. Ну и конечно, когда вы нажали кнопку «Готово», то уже ничего нельзя обсуждать. Я уже буду просить ответ. Итак. Сделаем невозможно. Отстает пока команда Оли и Александра, поэтому вы выбираете первыми категорию «Нейросеть» убрать лишнее. Цитата. Факт. Они отвечаем одновременно? Нет. По очереди. Первый вопрос. Факт. Итак. Факт – это просто вопрос. После того, как сборная Бразилии на своем домашнем чемпионате мира проиграла сборной Германии со счетом 1-7, бразильская газета «Ланс» напечатала тираж, где первая страница была практически пустой. На белом листе присутствовал лишь логотип газеты и 8 слов. Три из которых «Гнев», «Возмущение» и «Боль». Для чего они оставили так много пустого места? Минута пошла. Чтобы эти читатели могли написать свои «Боль», «Возмущение» и «Гнев». Просто нет других вариантов. Да, я напоминаю, как только вы поймете, что можете ответить, не забудьте нажать «Готово», уже 5 баллов на канал. Еще 5 слов осталось. Но дело в том, что это не в этом вопрос. Для чего они оставили так много места? Значит, если еще «Гнев», «Возмущение» и «Боль», то это 3. Если бы их поднялся, то 9, осталось 5. Я напоминаю, что вопрос не в этом. Не надо называть 5 слов. Нет, я думаю, давай ответим. Вы готовы? Давай ответим. Нажимайте «Готово», 3 балла на кону. Давайте я еще раз все-таки задам вопрос. Для чего они оставили так много пустого места? Не было вопроса «Какие еще 5 слов?» Я отвечаю. Да. Мне кажется, что для того, чтобы… Ты поддерживаешь меня? Ну, конечно, чтобы каждый на этом белом… Чтобы каждый… Свои «Возмущение», «Гнев» и «Боль». Все, что у них накопилось. А все это характеризуется «Гнев», «Возмущение», «Боль», «Отпроекция». Слова были такие, если что. «Гнев», «Возмущение», «Боль», «Расстройство», «Раздражение», «Стыд», «Горе», «Разочарование». А так много пустого места оставили для того, чтобы любой болельщик мог на ней написать свои чувства и эмоции. Это абсолютно правильный ответ. Это 3 балла в вашу копилку. Класс. Я, правда, не понимаю, почему восемь слов, если голов семь. Ну, не знаю. Один плюс семь. Семь плюс один. Но один-то они забили. Кривой. Может, тут есть радость? Не, нет такого. Легкая. Один гол. Но один гол, кстати, иногда может принести очень многое. Например, у наших друзей компании «Винлайн» есть акция «Гол на миллион». Участвуйте в этой акции, и тогда у вас появится возможность одним ударом выиграть миллион рублей, как сделал однажды кое-кто. Нейросеть убрать лишнее и цитата. Я бы убрал лишнее. Убрать лишнее. Ну, соответственно, тут все просто. Тут будет что-то, что нужно убрать из общего ряда. Итак, внимание на экран. Гибралтар, Сан-Марина, Фарерские острова, Сейшельские острова. Время пошло. Фарерские острова. Вы готовы? Вы готовы? Все, нажимайте «Готово», 6 баллов на кону. Так, готово? Да, готово. Мы выбираем… Сейшельские острова. Да, все правильно. Потому что все три страны до этого играют в УЕФА, в чемпионате в отборе на Евро, а Сейшельские острова не играют. Не играют. Но они играют, просто они не относятся к УЕФА, потому что УЕФА – это Европейский футбольный союз. Да. Гибралтар, Сан-Марина и Фарерские острова действительно играют в отборе чемпионата Европы и относятся к Европейскому футбольному союзу, а Сейшельские острова играют в Африке. Это абсолютно правильный ответ. Спасибо. Пропущенные финальные слова. Или слова. Давай нейросеть выберем. Мы должны определить, кто там наизображен? Да. Как я? Кто там на… Кто там наизображен? Может быть это быстро тебе бросится в глаза и ты сразу за 6 баллов. Это Киркоров. Может быть, может быть. В футбольном шоу. Итак, нейросеть, мы вам показываем фотографию сначала, я скажу чью, это будет футболист, а потом соединим ее с кем-то. И вот с кем вам надо угадать. Это Станислав Черчесов. Это крошка-картошка. Мой любимый футбольный тренер. Это картофель. Черчесов. Мой любимый футбольный тренер, повторяю. А, реально? Надо еще третий раз повторить, он это любит. Мой любимый футбольный тренер. А тебе прям нравится он, да? Очень сильно. Вообще, я считаю, что до него не было тренеров. А, я понял. Но мы сейчас эту фотографию, этого веселого моего любимого тренера, очень позитивного, так и хочется, чтобы возглавил московский Спартак еще раз. Ты бы тоже хотел? Думаю, что можно. Сейчас мы посмотрим на фотографию, уже соединенную с кем-то. И вы... Нам нужно угадать футболиста, с кем соединили. Это будет не футболист, это будет человек, которого вы наверняка знаете. Наверняка. Да. Скрестили Черчесова с неким дядем. Ну теперь я засомневался, но нет. Но вы должны знать. Лишь бы с серьезным человеком скрестили, а то... Да куда ж еще? Да Дима бы не позволил. Куда еще серьезнее, только если со мной? Любимый. Согласен. Давайте, соединяем, пожалуйста. Это баста. Ну, это не ответ, надо нажимать. Подожди. А? Это не баста? Вот я не понимаю. Похож на басту. Шесть баллов, кстати, уже превратились в пять. Пять баллов на кону. Итак, ваш ответ. Это баста. Ну это баста. Оль, ну почему ты сомневаешься в своем первом решении? А почему ты не нажала сразу? Да не нападайте на Оль. Черчесов для меня близко. Если бы басту в Черчесово, я бы сказал, это Черчесово. Это же то же самое. А если наоборот... Но это баста. Это абсолютно правильный ответ. Ну надо было шесть баллов забирать, конечно. Надо. Я поняла за передачу, знаете что? Нельзя в себе сомневаться. Конечно. Цитата. Мы берем цитату. Вы берете цитату. Итак, внимание на экран. Мы решили так и хотим цитату. Да и правильно. Я его поддерживаю. Лионель невероятный талант. Лионель невероятный талант. Для которого нет преград. А Роналду гений. Месси или Роналду. Это то же самое, что спорить. Спросить. Спросить, да. Спросить. И сказал-то Алессандро Дель Пьерро. Блин, я хочу, чтобы меня звали Алессандро Дель Пьерро. Но меня зовут Дима. Мы готовы. Да. Шесть баллов на кону. Которые могут уйти. Мне. Пожалуйста. А могут и не уйти. Да скорее всего не уйдут. Надо уже отвечать. Вот. Лионель невероятный талант. Для которого нет преград. А Роналду гений. Месси и Роналду. Это то же самое, что ты будешь спросить. Мама или папа. Итак, Алессандро Дель Пьерро сказал. Может быть, течь прямой мест. Лионель. Собака или кошка. Собака или кошка. Нет. Кроссовки или туфель. Очень похоже на правду. Конечно. Кофе или чай. Кого ты больше любишь? Мама или папа. Лионель невероятный талант. Для которого нет преград. Роналду гений. Месси или Роналду. Это то же самое, что спросить. Папа или мама. Нет. Абсолютно правильный ответ. Шесть баллов. Нет. Молодцы. Я очень рада за вас. Итоп. Двенадцать. Восемь. Да. Поздравляем. Вот такой итог. Ничего-ничего. Еще все можно исправить. Потому что пока преимущество есть. 23-18. Пять баллов. Не говори, пожалуйста. Ну я ее как бы ну бодрю, что еще все может быть. Всего пять баллов. Это не так много. 23-18. Мы переходим в следующий раунд. Диана и Александр. Какой прекрасный раунд. Он называется перерыв. Мы отдыхаем от футбола, от спорта и просто разговариваем с вами про ваших детей. А вы просто отвечаете на вопросы так, как есть. И мы записываем эти ответы, потому что после этого они снимут наушники и повязки и должны будут догадаться, что же я спрашивал, видя ваши ответы. Поэтому, может быть, стоит иногда отвечать так, чтобы у них был хоть какой-то шанс. Первый вопрос. Какую сказку перед сном вы чаще всего рассказывали своим детям? Если никакую, пожалуйста, мы напишем никакую. Мы не настаиваем. Больше, мама, я сказок не рассказываю. Все так и напишем. Интересная у меня. Профессия не сказочная была. Не сказочная профессия? Да. К сожалению, сказки тоже не рассказывал. Рассказывал все время правду. Да вы кто вообще? Вы что? Не хватило в заблуждение ребенка сказками. У меня не сказочная профессия, а я рассказывал только правду. И поэтому наши дети травмированные наглухо стендап-комики. Да. Хорошо. Только правду напишем у вас. Но у вас напишем просто ничего, потому что если напишем не сказочная профессия... До какого класса вы со своим ребенком делали уроки? Ну вы сейчас скажете не до какого, он с первого класса все сам. Нет. До начальной школы это у нас... До пятого. Четвертый. А у вас был уже четвертый? Четыре. Ну, заканчивается. Четыре. Хорошо, до четвертого. Я думаю, что я помогал классу до шестого, наверное. До шестого? Особенно что-нибудь там математика. До шестого класса. Отлично. Ну дальше, ну надеюсь, вы помните. Первое ругательное слово, которое вы услышали от своего ребенка. Ругательное неприличное слово. Как хотите. Может матерное, может она что-то выдумала. Ну однажды же вы услышали. И не однажды. Услышали. Ну надо вспомнить первый раз. Ну, наверное, на букву Б все вот это. Так и запишем. Серьезное слово. А у нас нужно по на букву П. И С заканчивается. Ну еще бы он сказок с детства не слышал. Да. И вот все у него было вот на П и на Ц заканчивается. Я точно как резюмировал свое детство. Хорошо. Четвертый вопрос, он даже не вопрос. Я просто попрошу вас рассказать какую-то историю про сына и про дочь, которую вот вы считаете самой забавной или самой коронной. Которую, когда я спрошу, вот как думаете, что папа про тебя рассказал или что мама рассказала? Они такие, да конечно вот это. Должна быть чуть-чуть веселая. Потому что у нас есть истории довольно-таки. Не веселые. Не очень веселые. Давайте веселую. Ну тоже относительно веселая, если я могу назвать. Хорошо. Я уже сказал, что профессия накладывал отпечаток на всю нашу жизнь. Не рассказывал сказки и так далее. А вы, прошу прощения, ну вот не озвучивайте эту профессию. Потому что нельзя? Не, можно конечно. Ну так как же. До определенного времени я в милиции и полиции служил. Ну и все так и говорите. Ну что вы. До совсем недавнего времени. Всю жизнь. До сегодня? Нет. Уволили наконец. В прошлом году. А. Ну и все. А то говорите. Профессия все такие. Что же за профессия? Ну и понятно, что история наверное будет связана отчасти с этой. Посадили дочь. Ай-яй-яй. К счастью. К счастью нет. И забежала от этой утести. Ну наверное по блату. Маленькая была. Ходила в детский сад еще. Ну и каждое утро я естественно там еду на работу на машине. И ее там в садик нужно было забросить. Какая была у меня обязанность. Ну и понятно. Выходишь из дома и ты уже в профессии. Все. Голова другим забита. И я еду. Еду. Приезжаю на работу. Закрываю машину. Хожу и вспоминаю, что а где моя дочь-то? Я же в садик-то не заезжал. Возвращаюсь. Она сидит в креслице. Ждет папа пока там наиграется в войнушку. И так. Ничего. Вот все выросло. Слава богу. Не забыл. Не замерзла. Да. Даже вон ходит голиком. Забыл. Проехал и забыл ребенка в машине. Ну а она не плакала. Ничего просто сидела. Совершенно. Совершенно спокойно. Вокруг столько мусоров. Жала. Не зарегаешь. Я так полагаю, что она понимала уже. Важнее папе на работу, чем… Но вы потом-то ее отвезли? Да, конечно. А то может, а, все, не ноешь? Хорошо, так. У меня, кстати, история тоже про забыл. И вот я до сих пор не могу понять, это было бы хорошо или было бы плохо, не знаю. Ему было 10 лет. Поехали на экскурсию по странам Европы и приехали в Швецию. И экскурсовод ведет всех большой-большой толпой. Ну куда? К писающему мальчику. Естественно, посмотреть. Мама настолько была впечатлена писающему мальчику. Что, своего писающего мальчика? Что, в итоге, своего писающего мальчика мы потеряли. Но когда мы с этой толпой, значит, туристов начали возвращаться назад, то я смотрю вдалеке. Шел Егор. Официантов, наверное, 10. Потому что он собирал со всех заведений, что я потерялся, кричал. Полицейских. Там шла, наверное, толпа с ним вместе. Больше, чем было туристов около этого писающего мальчика. Ну вот так вот нашла. А с другой стороны, могла бы потерять. И неизвестно, где бы сейчас он находился. Да в Швеции. В Стокгольме. Так вот, не ясно. Может, он на меня обижет. До сегодняшнего дня. Разбавил бы противных шведов. А он, это ему было 10? 10. И он просто орал, я потерялся? Да. Я у него спрашиваю, в каком языке ты орал. Он говорит, на всех, что помнил. И даже на английском, который учил в школе и кричал. Окей, всё, теперь вы вернётесь сюда. Но я вас очень сильно попрошу не подсказывать, не намекать, никак не семафорить. Потому что будем играть честную игру и попробуем догадаться, что же мы у вас спрашивали. Всё, возвращайтесь к своим детям. Будите их. У нас раунд, в котором нет никакого футбола. Мы просто разговаривали про вас. Я задавал вопросы вашим родителям, они на них отвечали. Ваша задача, видя их ответы, понять, какой вопрос я задавал. За каждое попадание 2 балла. Но если вы будете отвечать, естественно, по очереди, как всегда. Если один не отвечает, кот переходит к другому игроку. Если он не отвечает, я даю подсказку, но тогда балл будет один. Ага, а Таймс какой-то? Таймс... Нью-Роман. Нью-Роман, да. Проигрывает у нас пока Оля, поэтому первая будет отвечать. Итак, внимание на экран. Ты видишь два ответа на первый вопрос. Красненький – это то, что отвечал твой папа. Синенький – это то, что отвечала мама Егора. Не рассказывал? Не рассказывал. Всё, что угодно. А она рассказывала правду. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Какой же я мог задать вопрос, на который они ответили, не рассказывал, а я рассказывала правду? Ну, это... А, пап? Ну, подсказывать тут нельзя, конечно, нельзя. Нет, нас надо было отвернуть, потому что он так смотрит на меня, я не могу ему не подсказать. Ладно. Ну, отворачивай. Ну, типа... Тем более бы однажды так делали. Хоть один вариант. Хоть один вариант. Я их делаю? Мне нужно угадать, какой ты спросил вопрос. Да. У тебя есть хоть один вариант, что это? Что твой папа тебе не рассказывал? Дохрена, есть вариантов. А то, что тебе мама правду говорила? Ну, вот это странно. Ха-ха-ха. Что она мне могла... Подожди, дай я у тебя спрошу. Давай. У меня? Тебя мама, ты знаешь... Ну, нет, это я не буду спрашивать. Ты знаешь, откуда берутся дети? Да, я хочу... Спасибо, Дима. Ну, мне мать рассказывала правду. Ха-ха-ха. Да, да. Ну, что, нужна какая-то версия? Ну, какая-то. Блин, еще такой ответ. Правду. Ха-ха-ха. Это довольно неожиданно. Да, да, да. Знаешь, это еще и обидно, если я узнаю, что за вопрос, и мне просто проигнорировали. Ха-ха-ха. А тебе всю правду. Да. Мать, выкладывай. Не рассказывал. Тебе много же отец мог не рассказывать? Типа... Не рассказывал. Как делается... Нет. Пахлава. Ну, ладно. Не рассказывал. Понимай такая справа. Ну, вы же должны понимать, что, скорее всего, вопросы про детство. Вряд ли я спросил что-то про вчера. Да, не рассказывал. Детство, детство, да, мое? Не рассказывал мне ты... Про себя что-то ты мне точно ничего вообще не рассказывал, потому что шантажировал. Да, как зовут его помню. Шантажировал? Ну, типа, учись хорошо, а как ты учился, он не рассказывал, например. А, ну, у него серьезная профессия. Сразу в школе, знаешь, появился. Не рассказывал правду. Не рассказывал правду. Блин, как удобно. А ты как учился это засекреченный? Не рассказывал. А чей-то аттестат с двойками. Ну что, 3-2-1, Коль, ну в детстве. Ну, в детстве. Не рассказывал в детстве. Ну, не рассказывал в детстве. Ну, совсем, чтобы тупая. Ну, кроме правды. Кроме правды. Что мы там в детстве? Ну, все, Оль. Надо переходить к Егору. Нет ответа. Егор, есть ответ? Я рассказывал правду, что про детство моя мама спрашивала. Я спрашивала, ну, не знаю, в детстве. И я думаю, это было мое детство, да? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Он с ума сошел. Он тянет время. У него местами деменция. Мне кажется... Кстати, кстати, тебе будет сложней. Потому что вот смотри, когда мы говорим не рассказывал, ну, очень логичный ответ. А вот это вообще странно. То есть, я вообще до сих пор не понимаю, как так можно ответить. Поэтому, возможно, опирайся на ответ папы и Оли. Не рассказывал. При этом, зная, что я знаю правду. Ну, ты знаешь правду. Но мы просто уже много раз проговорили это словосочетание. Ну, что не рассказывал в детстве? Не рассказывал. Как познакомился с матерью, может. Ну, получается. Ну, вы... Ну, короче, ну. Все, это ответ. Хорошо, это ответ. Ладно, еще одна подсказка. Ну, я просто уже не понимаю, как еще ярче подсказать. Скажите. В детстве-то что рассказывают? Как будто три слова. Детям. Что в детстве рассказывают? Ну, детям что рассказывают? Как появился... Да зачем это рассказывать детям? Прочи, проще. Ну, что рассказывают? Сказку. Ну, сказку, конечно. Сказку. Я выиграла. Один балл. Да. Он ей не рассказывал сказку. Правду? А мне правду говорили? А твоя мама говорит, да я тоже, но что-то правду ему говорила. Какие сказки, Егор? Жизнь жестока, выходи. Егор, теперь ты первый. Постарайся уж ответить, потому что два балла можно заработать. Смотрим. Я не помню, чтобы мама мне перед словом какую-то правду говорила. Типа... Чудовище не мужчина, а чудовище женщина. Пожалуйста, до шестого класса, до четвертого класса. Твоя мама сказала до четвертого класса. Олям папа сказал до шестого класса. До шестого класса. Ты отвечаешь, да, Егор? Да. А ты говорила по седьмому? Нет. Так, до четвертого класса, до шестого класса. А, да, я знаю. Делал уроки со мной. Абсолютно правильный ответ. Это два балла. Делал уроки. Третий вопрос, Оля. Ты теперь первая. Да. Смотрим ответы. О, но это, кстати... Это первое слово, которое я сказала. Это абсолютно правильный ответ. Это вообще... Смотри, какие разные семьи. Может, было даже вариантами, да? У кого-то сегодня такой... Я бы сказал, что это пиздец. Ну, просто связки не слышал. Это прям видно. Совсем другое воспитание, поэтому... Это она просто одна моих коллег женского пола. Знаете какую правду? Мне мама рассказывала. Города пиздец. Это не жизнь, это пиздец. А пап мой, блядь, сказку читал. Еще уроки до шестого класса помогать. Смотрите, сейчас будет последний, четвертый вопрос. И я повышу ставку. Потому что наши друзья, компания Винлайн, авторы концепции фрибетов и повышают ваш первый депозит. Поэтому регистрируйтесь в приложении Винлайн и всем удачи. И я тоже увеличиваю количество баллов. Вы можете получить 3, 4 или 5 баллов за правильный ответ, но эту ставку должны сделать вы. Вот сколько вы скажете, столько они и получат. Но если ошибутся, мы эти баллы вычтем из вашего зачета. Вы знаете, как отвечали на четвертый вопрос, поэтому сделайте ставку. Терять нечего. Согласен. Пять. Пять. Четыре. Четыре. Итак, вопрос на самом деле очень простой. Я попросил рассказать про вас какую-то коронную веселую историю. Да. Ну, понятное дело, что мы разговаривали про детство. Родители подумали-подумали и сказали, ну давай с тебя, Оля, начнем. Папа сказал, ну, веселых было не так много. Но есть одна. Тоже относительно веселая. Относительно веселая. Да, это маленькая тебе подсказка. Про колготки? Ну, я, давайте, подсказки тегами. Значит, относительно веселая хорошая подсказка. Это Оля. Да. И профессия пап. Наверное, когда я пошла гудрон жрать, а ты искал меня. А профессия здесь? А ты искал меня со спецназом по всему городу. А профессия здесь при чем? Нет, ну да, профессия важна. Ну, даже не профессия, а работа. Нет, хотя нет. Ну, папа это оправдывает профессию. То есть, если бы он был, конечно, врачом. Я бы тебе не позвонила, да? Или учителем. Такого бы не случилось. Но так как его работа очень важна. Это со мной связано? Я что-то говорил криминально? Ну, конечно, с тобой. Почему криминально? Ну, забывай все, все забывай. Ну, почему криминально это? Подожди, это относительно смешная история. Потому что какие в полиции шутки. Ну, папу веселит. Папу веселит. Я, кстати, не уверен, что тебя эта история веселит. Ну, ты в детстве как вообще? Что делала? Ела гудрон, как мы понимаем. Ну, это сколько тебе было уже лет? Да, ну... Восемнадцать. А до этого? Уроки до шестого класса вообще. Нет, даже до уроков. Еще одна подсказка. До уроков. Еще до? А это где-то было между стихами и уроками, да? Вообще до уроков. Вообще до уроков. Ни каких уроков. Совсем маленькая я была. Ну, она, наверное, уже должна это помнить. И ты мне как-то что-то где-то, что-то было со мной. Ты меня искал. Да, ты приемная. Вот такая история. Прикинь на этом шоу. Скорее даже... И еще выиграл Егор и его мама. Его настоящая мама. Пока, дочь в наушниках. История. Опа. Мое последнее мать свое слово будет пить. Ну что, Оль, ну давай. Какая-то история. Какая-то история про самое раннее детство. Но ты уже по идее это помнишь. Ну или папа должен был рассказывать. Странно, что мне он рассказал, а тебе нет. И мама рассказывала. Хотя он тебе и сказки не... И мама рассказывала. И мама мне рассказывала эту историю? Да, она всем рассказывала. Какой я. Какой я ответственный папа. Кстати, это очень не... Ну, такая, я считаю. Вот смотри. Я знаю, что это за история. Ну давай. Когда вы с мамой катали коляску вот так друг на друга. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Правильно? Ну тогда ты с девятого этажа. И ты такой, что-то раш. И я перевернулась. Это вот эта история? К сожалению, не эта, но это... Не эта, но это... Но это веселая. Но ты ее не могла вспомнить. Тут ты могла вспомнить. А то, что есть еще одна. Я сейчас все расскажу. Откуда у меня психологические травмы? Посмотрите. Мне папа и мама купили белые колготки новые, вот эти капроновые. Денег не было, колготки дорогие. Мама говорит, не дай бог, ты порвешь колготки. И я, естественно, с этого козла прыг и повисла на колготках. И я плачу. И мне говорит, что ты поранила? Я говорю, душу. Я сейчас вреду, у меня эти колготки просто, у меня на них и повезет. Не эта история? Не, не эта. Но, кстати, вот что мне нравится. У пап, они когда рассказывают истории, они такие, да, да, это я забакланил. Если мама рассказывала, вот видишь, он говорит, мама везде рассказывает, что я такой, типа... Он тебя забыл в садик отвезти. Каждое утро он должен был заезжать с тобой в садик, а потом ехать на работу. Он приехал на работу. А ты сидишь сзади, помнишь? Ну, сидишь сзади, это мягко говоря, он дошел до работы. Подумал, а я же в саду и не был. Спустился, а ты в машине. Сидишь, молчишь. Сидишь, молчишь. По плечу даже не... Придумываешь первый свой монолог. Ненавидишь мужчин до конца дней. Замечаешь, что мужики все забывают. Вот такая история, к сожалению. Четыре балла. А точнее пять баллов превращаются в минус. Пять баллов, потому что да. Ну что, Егор, какая-то история про твое детство, где ты уже чуть старше, чем детский сад. Ну, то есть школа. Ну, школа, школа, да. Это школа. Это школа. Но она не обязательно про школу, я имею в виду возраст. И она связана? Ну, еще какое-то было связано с какой-то профессией? Нет. А с чем связано? С испражнениями. С испражнениями? Напрямую. Типа я не мог покакать в школе? Ой, 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 никогда не обсирался, скажи это. Нет, ну я, наверное, обсирался, но видишь, как память состерла. Нет, ну я же сказал, история, она все равно, ну, куда бедна, да похожа на историю. Ну, что-то общее есть, да, что-то общее есть. Что-то, что-то общее? Я почему тебе меньше подсказываю, потому что ты был уже сильно старше, получается, чем Оля. Не мог помнить. В ее истории. Ну, ты должен это помнить. Нет, ну, с испражнениями это огромная подсказка. То есть всего два есть вида испражнений. Да, но я ничего не помню. Ну, сейчас. Возможно, они там косвенно задействованы. Это в школе было что-то связано с испражнением? Я не сказал в школе. Это было не в школе. Ты спросил, сколько тебе лет было. Что-то связано с испражнениями. Сейчас, ребят. На меня насрала? Птица. Что, птица? На меня насрала птица. Ну, что я маме говорю, расскажите коронную историю про сына. Говорит, птица насрала. Это правда. Я говорю, хотя бы на выпускном. Блин, она говорит, да нет. Коронная история про меня. А может, она перепутала с моим братом? Кладно, что у тебя в жизни коронная история и спражнения, это вот вместе. Да ладно, я с испражнениями, ну, чуть-чуть завел не туда. Но они были. Ну, в смысле, не у тебя. Каждый день у меня. Не у тебя. Блин, не у меня еще. А, я еще одну. Я еще одну дам одну подсказку. Мама, то ли всерьез, то ли на приколе, не уверена, что хорошо, что эта история так закончена. Вы что? То я делал. Это было в школе. Классная второй-третий, да? Кстати, да. Плюс-минус. Дима говорит, кстати, да, мама такая. А я же тогда жестко на спать. Ну, третий, ну, нет, третий подходит. Третий класс, да? Ну, примерно так. Беларусь с пяти лет идут в школу. А. С пяти лет нет? С четвертый. А, четвертый. Ну, что, Егор? Ну, что-то связанное с упражнением веселостью. Ну, все, последняя, последняя подсказка. Тебе было десять лет. Было десять лет. Четвертый класс. Я еще не помню свои десять лет. Ну, как ты можешь не помню? Это уже десять лет. Ну, куда это? А я не помню их вообще. Десять лет, что это? Какой год? Ты 2000? Ты так спрашиваешь, как будто у всех это один и тот же год. 2011 год. 2017. Какой это? 2011. 2011. Посчитали. Ну, давайте вспомним. От рождения до десяти лет. Получилось. 2011 год. Я институт уже не то что закончил. Я не помню. Уже бросил. Ну, что-то... Я вообще про себя историю не помню. Ну, то есть, что я делал? Любая версия. Итак, три, два, один. Что-то собака, наверное, насрал. Хорошо, собака. Нет, это неправильный ответ. Ну, Егор, я все сказал. Десять лет. Испражнение – это писающий мальчик. А, потерялся в Бельгии. А, в Бельгии. Ты потерялся и собрал официантов и полицейских со всех сторон, чтобы найти маму. И она не уверена, что ты рад, что тебя нашли. К сожалению, минус четыре балла. Но, тем не менее, общий итог этого раунда. Минус два, минус два. Так и сыграли этот раунд. Нормально. Классно. Нормально. Минус два, минус два. К финальному раунду мы подходим с таким общим счетом. 21-16. Пользуюсь Егора и Дианы. Мы переходим в финальный раунд. Финальный раунд. Он называется «Хайлайты. Лучшие моменты». Все, что сегодня звучало от меня, от вас на экране, где угодно. Все может стать вопросом в этом раунде. На экране будет появляться слово, которое мы загадали. Ваша задача ассоциаций одним любым другим словом объяснить своему сокомальнику, что загадано. Нельзя использовать однокоренные слова. И нужно это делать ровно одним словом. Без всяких там «в этом раунде было», «вспоминай», «без жестов», «без подсказок». Если отвечаете, получаете балл. Если не отвечаете, слово «это же самое» переходит к другой команде. На кону уже два балла. И так пока не отгадаем. И слов будет несколько. Поэтому баллов может быть очень много. Надо теперь подумать, кто лучше из вас играет в ассоциации, а кто лучше помнит все, что происходило. Давай я буду тебе загадывать. Хорошо, Егор отправляется к планшету. Я буду тоже загадывать. Да, пойдем. Я какие-то инсайдики буду, папа. Смотрите, буду торопить. Тут на размышления буквально несколько секунд. Поэтому если нет версии, говорите «нет версии». Переходим дальше. Если у вас нет подсказки, точно так же говорите «нет подсказки». Переходим дальше. Отстает у нас Оля и Александр, поэтому им загадывается первое слово. Оль, оно уже должно быть у тебя на экране. Да. Шапка. Шапка. Ушанка. Ушанка. Нет, два балла. У тебя сейчас появится это же самое слово. Мотоспорт. Мотоспорт. Ох и шапка. Ох и шапка. Шлем. Правильно. Шлем. Абсолютно правильно. Шапка такая. Ну, шапка. Ну, а что ты не сказала «татуировка»? Аааа. Женщина за рулем. Ничего, два балла у вас. Ну, стопа. Теперь у вас слово. Вы начинаете. Похоронный. Похоронный. Я знаю. Марш. Марш. Нет, два балла. Ритуал. Блин, мама, так уже нельзя. Скажи ритуал. Простите. Ритуал два балла. Да, низко. Да, низко. Ну, а почему нет? Нет, да, да, конечно. Конечно. Вы любите лицо. Да, да. Молодец. Ой, поделимся, конечно. Оль, появилось слово. Сейчас. Одним словом. Предрасположенность. Предрасположенность. Вы полицейские. Вы должны как-то, ну, расследовать эти дела вообще. С одного слова. А я расследую это с одного слова. Предрасположенность. Не играйте в такую. Три, два, один. Нет. Два балла, Егор. То же самое слово, без однокоренных. Напоминаю. Даже интересно. Дар. Дар. А-а-а. Умение. Умение. Нет, три балла, Оль. Ты не понял. Уникум. Нет, нет, не уникум. Сейчас я скажу какой-нибудь. Творческий. 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 Потенциал. Потенциал. Нет, четыре балла, Егор. Музыкальный. Музыкальный. Что музыкальный? Еще есть слово. Это только ринг. Ринг. Нет, это не музыкальный ринг. Нет, нет, нет. Все, что были до этого. Остался только удар. Оль, ну можно ногу подсказывать. Предрасположенность. Пять баллов уже. Пять баллов. Пять. Музыкальный, творческий. Да ты новое слово скажи. Он же эти не забыл еще. Да вдруг. Деменции страдают. Я скажу не однокоренное, но очень похожее. Интуиция. Интуиция. Нет, не правильно. Интуиция. Все странно, но... Возможно. Давайте одно слово. Все, уже баллов много на кону. Поэтому я вынужден быть строже. Невероятный. 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 Сын. Невероятный. Вот все вот это вспомни, все слова. Невероятный. Невероятный. Ринг может. Нет. Нет. Невероятный. Пап. Невероятный. Три, два, один. Невероятный. Нет. Нет. Они нас воспитали. 7 баллов, Оля, одно слово. Одно слово. Ты могла думать пока... Черт, да, я думала. И я думала как бы подсказать, чтобы похоже на это слово. И не придумала. Типа звучит по фонетике. О, нифига. Фонетика. Фонетика. Услышали? Ну давай, 3, 2, 1. Даже я не знаю, ну пап, типа... Ты не понял, да? Так кажется, нет. А можно по фонетически ответы сказать? Ну можно, главное, чтобы ты не попала в какое-нибудь однокорельное от радости. А если попаду? Тогда все, отдам баллы Егору. Реально? Ну а что мне остается? Отстой какой. Отстой полный. Вот так вот, типа, прямо в глаза отдашь? Да жизнь такая, да, не я такой. Я с одной стороны за вас, вы за Спартак, с другой стороны он полицейский. А уже нет, кстати, да, пап? Да. Уже все. Тогда за вас. Ну я не могу прям откровенно помогать. Прирожденный. Прирожденный. Ну хорошее слово, кстати. Прирожденный. Талант. Талант, абсолютно правильно. Я, 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 я. Ооо, талант. Это семь баллов. Блин, круто. Семь баллов. Так, ну что, новое слово, оно должно у Оли было появиться, потому что вы отгадали предыдущее. Как бы подсказать? Это было слово. Да, они все были. Все были, да. Они все были. И шлем-то был. О, смотрите, придумал. Так как у нас, скорее всего, сейчас ожесточеннейшая борьба. Да. Скорее всего. То я вам запрещаю вообще говорить кроме одного слова, а вам даю ровно три секунды, чтобы дать ответ. И так мы определим по-честному в настоящей битве победителя. Погнали. Говно. Говно. Три, два, один. Птица. Птица. Нет. Два балла. Одно слово от тебя, одно слово от вас. Писающий. Писающий. Мальчик. Нет. Три балла. Егор. Егор. Три, два. Бельгия. Бельгия. Нет. Четыре балла. Упражнение. Упражнение. Это испражнение. 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 Упражнение. Да. Четыре балла. Четыре балла. О, а у меня, кстати, мама юрист, а вы полицейский. То есть, как бы борьба еще такая у нас. Да, да, полицейский против юриста. Бессмысленная в России борьба. Да ладно. Последнее слово. Все продолжается. Одно слово от вас. Три секунды у вас. Фамилия. Фамилия. Три, два, один. Цвирский. Цвирский, нет. Какая фамилия? Одно слово, Оль. Турция. Турция. Три, два, один. Бешиктаж. Бешиктаж, нет. Ибала. Ой, я знаю. Ангел. Ангел. Ой, вы хотите, чтобы я опять назвал этого? Ан-ан-джи-ли-ё. Неправильно. Ни-ё? Четыре балла. Ангелиньо. Ангелиньо, абсолютно правильный ответ. О, что это? Егор. Как говорится, повторение. Да, да. Отчение. А это было последнее слово. Понимаю. Ну, не факт. А что ты расстраиваешься? Мы еще не знаем счет. Вы сейчас сюда вернетесь, я его объявлю. Правильно. Давайте. Итак, в финальном раунде, в котором было много борьбы. Иногда даже немножко подлой. Что делать? Мы здесь по-настоящему соревнуемся. Это потом, там, заканчиваем. А если мы два балла подарим? Нет. Попо. Мы еще... Во-первых, мы пока не знаем... Чтобы она подлой борьбы не была. Возможно, у них всего хватает. Финальный раунд закончился, казалось бы, с каким-то таким крупненьким счетом. Да. А именно 13-6. 13-6. До последнего слова вы даже ввели два балла. Да. Но после последнего слова, с разрывом два балла, победила команда Оли и Александра. Собрана. Господи! 29-27. Нет, ну, честно говоря, я бы не расстроила. Да-да, конечно. Это... Ну, тут, видите, можно все вспоминать. С одной стороны, помнишь тот балл, который ты могла заработать, когда на 6 надо было нажимать. А помнишь ритуал, когда два балла, которые вы проиграли. Нет, ну, победила дружба, потому что вы же нам подарили два балла. Да. Победила дружба и вы. А проиграла дружба и вы. Да-да-да. Я неспроста постоянно говорю, что у меня есть друзья. Это компания Винлайн. Поэтому, конечно, они должны были подготовить какой-то подарок. Нельзя же просто закончить без приз. А вам подарок, который наконец-то осчастливит человека. Потому что, ну, обычно люди говорят, да, мы сходим, классно, вау. Но я знаю, что Александр точно сходит. Это поход на любой матч РПЛ, в случае Александра. Понятно. Матч какой команды РПЛ он посетит. Вип-ложу Винлайна. Приз ваш. Класс. А вам спасибо за то, что смотрели. Это семейное дерби. Меня зовут Дима Позро. Пока. Спасибо.